Здравствуйте, друзья! Меня зовут Станислав Радзешевский. В эфире ваша любимая программа о рыбалке. И мы вновь в крупнейшем Европе – торговом центре «Экстрим». Это, пожалуй, самый большой в Европе специализированный торговый центр для туристов, охотников и рыболовок. Под общей крышей более 500 магазинов. И именно здесь понимаешь, сколько всего придумало человечество, чтобы вытащить рыбку из пруда. Но без хорошего лоцмана в этом море снастей можно и заблудиться. Сегодня мы попробуем поговорить о нахлости. Попробуем ровно потому, что мир нахлоста безграничен, огромен и, наверное, непостижим. Но с чего-то начинать надо. Мы попросили Вадима Новикова помочь нам разобраться в начальных стадиях, если так можно говорить. Давайте начнем с одежды. Давайте. Чем отличается вообще все то, что представлено в вашем салоне от привычных болотников, забродников? Ну, в первую очередь, это, конечно, мембрана, которая выводит влагу с тела. Потому что, сами понимаете, если одеть такие штаны забродные резиновые, то долго вы не проходите. Они еще будут и тяжелее, да? Вы видите, у вас будут и штаны мокрые, и все, что под штанами. Но, в принципе, все это материал гортекс. Мембрана гортекс, да. И защитные свои разные на ней идут. Я так понимаю, что ко всему вот этому великолепию необходимы еще обувь. Вот обувь. Представлены специально для забродных штанов. Здесь воюковая основа. Это для того, чтобы... Не скользить. Да, и в том числе и по камням с травой. Да, вкручиваются шипы, чтобы как раз держаться на глине и на камне, которые облепим травой. Также они перешли на новую подошву вибром сейчас. Это с этого года, причем многие производители на нее переходят. Вадим, а скажите, пока вы не продолжили, почему она вся такая тяжелая? Во-первых, обувь достаточно толстая. В ней много зашито слоев. И тяжелая обувь будет все равно держать лучше. Ну, как коньки. Коньки то тяжелые, но защищают, держат ногу. Так же и обувь. Хорошо. А поверх уже вейдеров идут у нас всякие курточки, жилетики и прочее. Курки, жилетки. Также на мембране гортекса, которая дышит. Достаточно короткие, потому что вы рассчитаны одеваться поверх забродных штанов. Также это все не мокнет. Может спокойно зайти в воду вот так вот и остаться полностью сухим. Друзья мои, мы продолжим обязательно разговор про нахлост и о нахлости. Но сегодня мы попробуем рассказать также и о рыбалке в Норвегии. О месте, где нахлостом ловят все или почти все. И только члены нашей съемочной группы, к сожалению, нахлостом не ловили. Но это не последний раз. Давайте посмотрим. Вода закончилась и рыболовное путешествие по рекам Норвегии. Взят курсный аэропорт в Осло. На душе и радостно, и печально. С одной стороны, радость от возвращения домой. С другой, не покидая чувства не до конца утоленного рыболовного голода. Но правы диетологи, которые утверждают, что из-за стола нужно выходить слегка голодным. И все-таки давайте нажмем кнопку обратной перемотки и вместе с вами еще раз переживем эту замечательную рыбалку в Норвегии. Все началось с города Йовик. Быть в Йовике и не побывать на фабрике по производству легендарных крючков мустат – просто преступление. А раз мы не преступники, то наше рыболовное путешествие началось с экскурсии в мир рыболовных крючков. Здесь было чему удивиться даже бывалым рыболовам. Взять хотя бы изготовление крючков на оборудование начала 20 века. Как все было просто. Вообще-то это мы сейчас говорим просто. А сто лет назад фабрика шагала в ногу с научно-техническим прогрессом. Эти станки произвели подлинную революцию в изготовлении крючков. Уже сто лет назад фабрика обеспечила крючками почти полмира. Сейчас крючки поставляются в 146 стран. На сегодняшний день все автоматы по изготовлению крючков держатся в строжайшем секрете. За более чем полуторвековую историю много рыбы поймано во всем мире на крючки мустат. Начиная от верховки, лососей и заканчивая вот такими вот акулами. А как вам такое удилище? Интересно, какой у него тест? Навскидку до 50 килограммов. Хотя можно ошибиться. Скорее всего эти мушки в самый раз подходят к тому спиннингу. Как вы думаете, куда настоящий рыболов направляется после такой экскурсии? Конечно, на рыбалку. Тем более форелевая речка протекает вблизи фабрики. Со всей очевидностью можно утверждать, в данной речке проходили испытания многие из выпускаемых образцов. И за полтора века испытаний рыба в реке заметно поубавилась. Спустив порыв рыболовного азарта, согласились поехать ловить не в черте города, а километрах в 20 выше по течению. Хунселва, так называется эта замечательная речка. Волуны, перекаты, заводи с обратным течением. Картинка для любителей ловли форели завораживающая. Пока Артем Макартычан изучал обстановку с моста, Кирилл Гущин с присущим ему нетерпением уже был под мостом, делал первые забросы. И ловил первых форелей. Что ж, речка порадовала хорошим началом. Ну, грамм 300-400. И вид пойманной форели активизировал Артема. С неприсущей ему скоростью он тоже оказался под мостом. Для тех, кто не знает, Артем Макартычан – чемпион мира по ловле форели в 2006 году, в личном зачете и в 2008 году в командном. Так что в этом путешествии он является самым опытным и титулованным рыболовом. Хотя, как мы знаем, от Пушкина опыт – сын ошибок трудных. В данной ситуации трудные ошибки у Артема позади. Впереди только накопленный с годами опыт. Пойманная форель – лишнее тому подтверждение. Как всегда, ловлю Артем начал на любимые воблеры шакал. Есть у него такая слабость. Он всегда ловля начинает с воблеров, затем переходит на разнообразные вертушки. Но все в итоге зависит от условий ловли и клева. Пойманная форель долго приходила в себя с помощью Артема. Затем хвостиком вильнула и была такова. Кирилл Гущин – ведущий специалист по разработке спиннинговых удилищ Норстрим. Ловит очень хорошо, но спортсменом себя не считает. Я никогда не видел русских рыболовов на этой реке. Но всегда что-то бывает в первый раз. Скользь брошенная Кириллом фраза, очевидно, была услышана под водой. И мелкая форель ринулась атаковать предлагаемые приманки. Не то чтобы без разбора. Быть неразборчивый статус не позволяет. Но стандартные форелевые вертушки Сильвер Крик, Нюран и небольшие воблеры шакал вполне подходили. Может быть, кто-то и скажет, эко-невиды мелкую форель ловить. Если разобраться, форель фореля рознь. Одно дело – большая и ленивая форель на платниках под Москвой. Другое дело – небольшая, но шустрая и дикая на речках в Норвегии. Уверяю, второе во всех отношениях более приятное. И пару слов о спиннингах от Кирилла. Все, спиннинг подходит. Из каких? А? Из каких? Ну, из Арсии, муске, конечно. Реал? С третьей, шестой? Ну, Реал, наверное, шестой, семеркушно, а вот. Я их не смотрю. Она здесь, в принципе, не крупная. Вот. Но у меня проварка трубка. Именно для такого не крупной форельки, в гортушке здесь максимум второй номер, больше просто не надо. Не тот размер. Хариуса здесь нет. Вот. И левушки, может быть, в принципе, маленькие. Харя из этого вот такие халки подошли. Артема потерял, вот что я скажу. Только что ходил, ходил, ловил, ловил рыбу. В ад с меня как-то. Сколько еще? Нельзя упускать такого человека с видом. Наверное, где-нибудь ловит большую рыбу. Потом придет и расскажет. Артем, оторвавшись ото всех, ушел далеко вперед. Но оторваться от поклевок небольших форелек не смог. Они клевали с завидным постоянством. И это радовало. В начале лета поемка крупной форели – редкость. А вот поближе к осени здесь будут доминировать форельки от 30 до 50 сантиметров. По крайней мере, так рассказывали гиды. Артем все дальше и дальше уходил вдоль берега реки в поисках более крупной форели. Эх, сейчас бы туда музейные нахлыстовые крючки эти огромные. Вот бы рыбалка началась настоящая. Да и тот спиннинг, на который ловили знаменитых акул. А так, что у нас? Нордстрим-ореал всего-то. Бесспорно, спиннинг-норстрим-ореал для данной рыбалки в полной мере подходит. Наконец-то удалось догнать Артема и услышать счетливый рассказ на большой, но, к сожалению, ушедший корень. Запланированные 2 километра перетеком Селва пройдены. Рыбы поймано много. Жалко, в кадр попали не лучшие представители форелевого сообщества Эдой реки. Одна километра, еще несколько поменьше. Три схода хорошие. 600-700 грамм три схода. И километра взяли. А у меня все заграли. И крупная, и маленькая. Вечером того же дня разместившись Силангентотон-отели, который расположен на берегу живописного озера и известного тем, что в 70-х годах прошлого столетия здесь 10 дней отдыхали музыканты легендарной группы «Смоки», занялись ленивой рыбалкой. Пришел сюда, попередвидел лавочку, вот так лево, вот так ножку задрал. И так аж выртут. Ну, приблизительно так выглядит ленивая рыбалка. Ну, иди сюда, посмотри, как бы красиво. Да ничего, не поймай. Неизвестно, оставил ли Артем целью что-либо поймать, вот в чем вопрос. Окружающая обстановка, поражающая своей безмятежной красотой, располагала скорее к релаксации, нежели к рыбалке. И тем не менее. Ну, поймал, не форель, какую-то бель. Вот он какой. Ну, черт, а норвежский. Норвежский окунечек, худенький, но окунечек. Лучше ничего, чем один мелкий, оп, маленький нам не нужен. Большой, может, и ничего. Собственно. Если бы так было бы все в соснах, точно вот в вот этот озеро, где в Питере мы на отборах были, копия. Приятно вспомнить, поднимал такую форель интересную. Шошанин кричал, с другой стороны, что ты делаешь. А она такая, килограмма на полтора форель вылетала с воды. И такие свечи делала, что просто безумно получалось. Четыре или пять раз она у меня вылетала. Да, больше, по-моему. А это была решающая форель, которую нужно было мне ее достать. Достал я ее. Веневая рыбалка в исполнении чемпиона рано или поздно приносит свои плоды. Красавица форель соблазнилась вертушкой Артема. Танюшка, да, Фоколову. Танюшка, ну что, давай. Хорошая лавочка. Лавочка вообще безумная. Да? Он даже на то место коленка поставил свое. Вот с одной точки две поклёнки. Давай, Танюшка, пошел. Сейчас он идет, мы помним еще. Кирилл, Кирилл даже место предложил рядом, он все отказывается. Просто не понимает еще вкуса в жизни. В итоге замечательная лавочка собрала всех рыболовов на вечерней посиделке с целью полюбоваться закатом. Так завершился первый день в Норвегии. Впереди было еще целых четыре дня. Ну вот на сегодня и все. В следующей программе мы продолжим рассказ и о Норвегии, и о нахлыстовой рыбалке. Счастливо! Время. 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 Продолжение следует...